Привет, Верхнекамье! По традиции начнем с волнующей темы – благоустройство. В этом году в Целикамске и его окрестностях было реализовано 4 проекта инициативного бюджетирования. Так, например, в поселке Усовский в местном сельском клубе появилась игровая кладовая, бильярдный стол с комплектом аксессуаров, приобретены стулья, шатер, теннисный стол и настольные спортивные игры. Посещают игровую зону как дети, так и взрослые, вместимость кладовой до 20 человек. А вот в поселке Тюлькино появилась площадка для проведения концертов, театральных постановок и фестивалей. На территории клуба выровнена площадка и уложена плитка. Установлена деревянная конструкция сцены, появилась летняя концертная площадка и металлическое ограждение территории клуба. А вот на юге Верхнекамье в Горнозаводске начались работы по ремонту крыш. Фонд капитального ремонта Пермского края выполнит работы на крышах 54, 58 и 66 домов по улице Кирова. Работы планируют завершить до конца января 2023 года. Недалеко от Горнозаводска в поселке Медведка установлена вышка сотовой связи. Правда, пока жителям не до радости вышку установили, а связь до сих пор не подключена. В Верхнекамье место притяжения талантливых людей и ярких событий. Недавно стали известны проекты, а точнее фестивали, которые получат поддержку из бюджета региона на 2023 год. Всего на рассмотрение комиссии подано 112 заявок из 39 территорий Прикамья. Так, например, в Губахе пройдет полюбившийся многим фестиваль одуванчиков. В Гремящинске пройдет фестиваль «Каменная горка». В поселке Куси и Александровский жители встретятся на ландшафтном фестивале у Алмазного водопада. А в Кизеле пройдет фестиваль «Уральская кочегарка». Вернемся вновь к соляной столице. 24 декабря в 15 часов на лыжной базе «Снежинка» состоится открытие лыжного сезона. В программе семейные старты, массовые забеги, мастер-классы и световое огненное шоу. Приходите! Рубрику «Верхнекамье» сегодня подготовили Евгений Казанцев и Степан Некрасов.